Всем халлоути, ребятушки, с вами, как обычно, Дамриэль, и добро пожаловать на новый ролик. Продолжаем мы Beholder 3, и для начала давайте возьмем эту противную трубку, а то достало она уже звенеть. Алло, Шварц слушает. Шварц, это Мюллер, у меня для вас новое задание. Встретимся в министерстве, но тайно, поняли? Тайно? Это как? Где? Без вопросов. Будьте в информационном центре между четырьмя и шестью вечером. Ясно, приду. И никому ни слова. Окей, судя по всему, у нас с вами сегодня очень много работы в самом министерстве, но для начала давайте сходим к Францу Ханау. Он же хотел с нами поговорить по поводу Буллхаузера. Узнаем вообще, что ему надо, что вообще будет, чего да как. Так, тук-тук. Господин Шварц, хорошо, что вы пришли. Насчет Буллхаузера. Вы хотели поговорить о Вальтере Буллхаузере? Я освободился. Благодарю. Это ненадолго. И речь скорее о моей квартире. А, шучу. Естественно, речь о Буллхаузере. Я ничего о нем не знаю. Я уже говорил, что ничего о нем не знаю. Говорили. Меня не интересует, кто подбросил улики, господин Шварц. Меня интересует другое, кто отдал приказ это сделать. Откуда мне знать? Я всего лишь завхоз. А зарплату завхоза невысока? Так. Я вас щедро вознагражу. Ну, блин, интересно. Ну, окей, цена вопроса. И сколько вы готовы заплатить за эту информацию, господин Ханау? Я готов предложить вам компенсацию в размере 500 баксов. Ну, блин, не знаю. Это очень рискованно, как мне кажется. И тут такое государство, что в любом случае нам это аукнется, я так думаю. Поэтому нет. Так, а что тут можно выбрать? Ну, например, этого недостаточно. Послушайте, я сильно рискую. Это явно стоит дороже. Не, ну, в целом-то он прав. Я работаю в газете, а не в федеральной корпорации. 500 максимум, что я могу вам предложить. 500 мое последнее предложение. Нет. Нет, давайте я сообщу в полицию. Мне стоит сообщить о вас в полицию. Зачем же? Разоблачив кукловодов, я смогу причинить им весомый ущерб. И вызволить невиновного человека из тюрьмы. Возможность с чистой совестью спокойно спать по ночам чего-то достоит. Но я так-то не причастен к тому, что Вальтера там арестовали. Как бы я попытался со своей стороны сделать все, чтобы этого не произошло. Блин, ну я не знаю. Но это вот прям очень сложный выбор. С одной стороны, возможно, это поможет в борьбе с этой всей системой и диктатурой. А с другой стороны, я просто боюсь, что потом Фрэнк куда-то аукнется. Нет, все же я выберу, что мы не будем ничего рассказывать. Мне нечего рассказывать. Я не понимаю, о чем вы, господин Ханау? Любопытство не порог. Задача завершена. Получение денег 160 долларов. Все. Окей. Я думаю, что мы поступили правильно. Так, ну теперь нам, видимо, нужно ехать в министерство. Давайте только для начала проверим, что тут вообще по обслуживанию. Это нормально. Это нормально. И это тоже нормально. 3,470 у нас с вами есть на счету. Неплохо, я считаю. Неплохо. Ну пойдемте. Так, кустики давайте-ка проверим. Блин, ну для чего даже эти кустики-то нужны? Здесь ничего нету. Окей, возможно, как-то в каких-то квестах это будет задействоваться позже. А сейчас мы едем в министерство узнавать, где нам вообще найти дело Ким. Все-таки это главная проблема. Штраф в 30 тысяч долларов никто не отменял, все-таки согласитесь. Пойдемте. Сейчас, наверное, еще к сторожу зайдем. Заранее я бы купил... Так, найти новых жильцов. Ой, блин. Заколебете. Ну давайте найдем сразу отсюда. Так, квартира 6. Сдать. Нора Хельм. Женщина, 23 года. Не замужем. Студентка физико-математического факультета. Ох уж эти молодые вот студентки. Ну ладно, давай. Все, получено денег 160. Хорошо. Так, сторож. Здорово. Здравствуйте, господин Шварц. Мне нужно оборудование. Так, давайте купим пару камер. Дороговато, конечно, но что поделать. Три штуки я возьму. И пару отмычек. Тоже штучки три я бы взял. Так, нам нужно вот с этой женщиной поговорить. А ну-ка. Простите, мне сейчас нужно немного побыть в тишине. Зайдете потом ко мне в кабинет? Вот как? Тогда зайду потом. А, ну то есть с ней можно будет коммуницировать только в кабинете. Хорошо. Ну-ка, тут еще был вариант диалога. Вот, скажите. Ну что, вас пока так и не повысили? А вас пока так и не посадили. Чудные дела. Окей. Обменялись любезностями, так сказать. Хорошо, давайте сейчас дождемся, когда Сюзанна пойдет к себе в кабинет. О, кстати. Счет за электричество. Да вы заколебали. Сколько можно-то? Раз счет и два счет. Все, отлично. Оплатили. Блин, кучу бабок потратили. Нам нужно зарабатывать снова. Нам нужно снова зарабатывать. Письмо Сюзане Байнерт. О, великолепно. Сейчас мы как раз сразу ей и письмецо отдадим. Все-таки это же наши рабочие обязанности, правильно? Так. Тук-тук. Добрый день, господин Шварц. Чем могу помочь? Ну, давайте сначала ей письмо отдадим. На этот раз для вас опять есть почта. О, спасибо. Вы позволите? Конечно, держите. Все, отлично. Давайте узнаем, кто занимается делами молодежи. Я тут новичок. Вы не могли бы мне кое-что пояснить? Ну, только если быстро. Кто отвечает за дела подростков? Зависит от случая. Отдельно ими никто. Да. Вам стоит спросить этажом выше, в отделе два. У них там постоянная ротация обязанностей. А на демонстрациях? А если ситуация такая? Подросток оказывается на демонстрации в компании... Ну, вы сами поняли кого? Какой странный пример. Кто же будет поддерживать связь с такой компанией? Но вам будет лучше спросить у Майнхарта или Зибальт. Спасибо, госпожа Байнхарт. Закончить разговор. Окей, выяснить, кто из отдела два занимается делом Ким. Плюс нам нужно еще будет с Мюллером, кстати говоря, встретиться на третьем этаже. Но этим мы тоже займемся. Так, здесь у нас что-нибудь нужно? Нет, здесь у нас вроде бы ничего не нужно. Хорошо, пойдемте наверх. Заодно познакомимся с новыми коллегами. А то все-таки уже сколько мы тут с вами дней работаем. А еще никого толком и не знаем. Неправильно. Так, это вроде бы Зибальт. Ну, давайте, тук-тук. Здравствуйте, господин Шварц. А чем вы сейчас занимаетесь? Могу я поинтересоваться, над чем вы работаете? А, да, конечно. У меня на столе листовка с призывом саботировать телепередачу с яблоками на фоне. А в деле Буллхаузера произошла утечка в прессу. Как видите, дел по горло. Так что не могли бы вы... Всего один вопросик. Ладно, если вам очень надо, кто занимается аморальным поведением? Кто из сотрудников отвечает за дела, связанные с аморальным поведением? Вы имеете в виду статью о нонконформизме? Дела... Ну, вы поняли, кого? Это работа Майнхарта. А вам зачем? Я тут новенький, просто пытаюсь сориентироваться. О, прекрасно понимаю. Что-нибудь еще? Да нет, собственно, ничего. Так, кстати, я же еще забываю, блин, почту проверять в доме, в смысле. Там же газета приходит. Походу, какая-то информация о Буллхаузере появилась. Так, тук-тук. Это у нас кто здесь? Давайте уже со всеми познакомимся, всех обойдем, всех узнаем. Добрый день, меня зовут Шварц, Фрэнк Шварц. И что же, в сегодняшнем дне доброго? Ну, не знаю, до сих пор он шел неплохо. Молодой человек, я видел страдания этого мира. Когда вы еще пешком под стол ходили, ничего доброго в нем не было и нет никогда не будет. Я понимаю. Ничего вы не понимаете, но однажды вы вспомните слова старика Вюргера и согласитесь с ними. Так, а кто тут за что отвечает? У меня вопрос, господин Вюргер. Кто занимается демонстрациями? Кто отвечает за штрафы участникам незаконных демонстраций? Госпожа Фэлс. Госпожа Фэлс. А, ясно. Госпожа Фэлс, ну-ну. Вы что, софист какой-нибудь? Нет, я да пропорядочный гражданин. Главное, что кто-то ими занимается, согласны? Да, конечно. Как поживаете? Надеюсь, ваш день проходит приятно. Вы здоровы? Приятных дней не бывает. Ну и ну. Почему вы так думаете? Я это знаю. Я достаточно пожил, чтобы понять, что все бессмысленно. Тебе говорят, поменяй то, поменяем все, и все станет хорошо. Но никогда не становится. Ой, жаль это слышать. Да ну. Ну да. Но разве поможешь переменам, которые никогда не меняются? Эээ, нет. Но все же можно попробовать провести день приятно. Например, у вас тут висит симпатичный плакат с летним пейзажем. Можно работать ради такого. Все переходящее, господин Шварц. Никакого смысла. Я работал ради такого, а потом у меня умерла жена. Мой сын так и не вернулся на родину. Моего последнего друга, верного пса, усыпили. Все. Переходящее. Да, я понял. Ну да, такая себе жизнь у этого дедка. И отчасти его можно понять, почему он такой воршливый. Так, это у нас кто? Это у нас... Это как ее? Как ее, блин? Я забыл, короче, как она называется. Добрый день, меня зовут Фрэнк Шварц. А вот Сабила Фэлс. Интересно. Что вы тут делаете, Фрэнк Шварц? Меня недавно приняли на работу. В отдел 1. Рада за вас. А у вас есть семья, господин Шварц? Может, дети? Ну да, я женат. У нас двое детей. Девочка и мальчик. А, я так и думала. Кто-нибудь еще? Интрижки, подружки, любовницы? Не стесняйтесь, можете мне рассказать. Мы тут в министерстве не держим секретов от коллег. Ну, я... Мне все же кажется, что вас это не касается. То есть, вы о чем-то не хотите мне говорить? Подозрительно, господин Шварц, подозрительно. Вот любопытно это, зараза. Кто вообще такая? Почему вы меня все это спрашиваете? Я Сибилла Фэлс. И мне нравится знать детали. Особенно о тех, с кем я работаю. А, ну, надеюсь, мы сработаемся. Как хотите. Так, кто занимается делами подростков? Если человека забирают с демонстрации, кто ведет его дело? Я. А что? Просто пытаюсь сориентироваться. А если человека арестуют за аморальное поведение, например... Ну, вы поняли, что? Какой странный вопрос, Шварц. А приятели радеете? Нет, правда, я теоретически узнаю, как все работает. Но он комформистским поведением занимается Майнхарт. А если... Если человека арестуют на демонстрации за разрушение общественных ценностей? Чисто гипотетически, разумеется. Вот капец, он, блин, беспалевный вообще. Ну и вопрос у вас, Шварц. Зависит от того, какое правонарушение тяжелее. Если расскажете мне все подробности своего гипотетического случая, смогу ответить точно. Ладно, но, как я уже сказал, это выдуманный пример сюжета с кино. Допустим, человек был замечен в компании... Вы поняли, кого? На антиправительственной демонстрации. Кому в таком случае достанется его дело? Вам или Майнхарту? Интересное у вас кино, Шварц. Тогда скорее мне, поскольку все произошло на демонстрации. Значит, решать вам. А вы всегда на рабочем месте? Вот капец, он вообще, блин, вот совсем не палится, ага. Ну, по ночам я, естественно, дома. Иногда ухожу на совещание. О чем задумались, Шварц? Да так, еще одна гипотетическая, теоретическая ситуация. Что если меня, хозяина кабинета, нет на месте, а вам понадобился один из моих файлов? А с чего бы вам не быть на работе? Ну, скажем, если я заболею. Надеюсь, не скоро, вы тут совсем ничего поработали. Я смотрю, вы никогда не захлопывали дверь квартиры, забыв ключи внутри. А, нет, а что? У сторожа внизу есть комплект отмычек. Берете отмычку, вскрываете дверь, забираете файл, все просто. Кто угодно справится. Поэтому я никогда не оставляю документы в кабинете, я забираю их с собой. И вам советую, Шварц. О, но не переживайте, если иметь правильные рычаги давления, вы всегда сможете получить то, что нужно, даже без отмычек. Не то, чтобы у меня был большой опыт в подобных делах, но, может, это поможет вам решить свою придуманную гипотетическую задачу. Да, возможно, спасибо большое. Довольно болтовни. Возвращайтесь лучше к работе. Или мне придется оставить пометку в вашем деле. Так, окей, убедите Сибилу Фэллс сотрудничать. Ну, давайте попробуем еще раз к ней постучаться, возможно, какой-то новый диалог появится. Обычно так в этой игре бывает. О, господин Шварц, что такое? Чем вы занимаетесь? Как поживаете? Нормально, Шварц. А чем вы занимаетесь в свободное время, если не секрет? По правде сказать, вас-то не касается, Шварц. Но не будем нагнетать обстановку. Я держу собак, чудесные животные. Нет ничего лучше прогулки с собаками после тяжелого дня в министерстве. Еще я вяжу. Очень люблю узоры с собачками. Звучит чудесно. Обнимите от меня своих цов. Окей, ничего мы с вами интересного не узнали здесь. Но нужно, наверное, ей поискать какой-то компромат на нее. Возможно, установить камеру. Но установить камеру может быть возможным только тогда, когда она уйдет. Она говорила, что уходит на совещание. Так, кстати, этот, Хайнц Майнхарт. Нужно будет тоже с ним познакомиться. А давайте, в принципе, сейчас так и сделаем. Все равно у нас времени много, правильно? Добрый день, меня зовут. Послушайте, Шварц. Во-первых, ваше имя я уже знаю из служебного расписания. А во-вторых, вы мне не нравитесь. Но что? Вы мне не нравитесь, и вряд ли я изменю свое мнение. Я просто хотел представиться, ведь я тут новенький. Хватит ко мне подлизываться, это бессмысленно. Так, а что входит в ваши обязанности? У меня технический вопрос. Если человека забирают с демонстрации, в чьи руки попадает его досье? Тибилы Фэлс. Она отвечает за преступления против общественной безопасности. Так, а при некомформном поведении? А если кто-то проявляет некомформное, то есть девиантное поведение? А можно без глупых вопросов? Но он комформистами, завидую я. Спасибо, доброго дня. Кто такой вот противный мужичок? Короче, у меня есть что? У меня есть отмычка. Ну-ка, давайте посмотрим сразу инвентарь. У меня есть отмычка, у меня есть камера. В целом мы с вами можем как сделать? Дождаться, пока она уйдет. Кстати. А вот она и ушла. Зайти беспалево в ее кабинет. Я так понимаю, она идет сейчас на совещание, либо еще там куда-то-то. Давайте вот так, наверное, я отдалю камеру. Сейчас, как только она выйдет, вот через вот это вот ограждение, я сразу же открою кабинет. В первую очередь я поставлю камеру, а потом попробую пошмонать вещи ее. Возможно, что-то найдем интересное. Так, а ну-ка. Все, отлично, мы с вами сюда зашли. Давайте-ка быстренько камера. Офигеть, тут потолки высокие. Вот как он так достает? По-моему, там в квартирах потолки поменьше. Так, давайте быстренько с вами осматриваем все, что здесь есть. Наверное, нужно все-таки отдалиться, да? Так, ага, клубок пряжи. Газета Светлая Завтра. Читать описание вот этих всех предметов нам здесь пока что не стоит, потому что идет время, пока у нас открыт инвентарь. Поэтому давайте лучше заниматься делами, а именно обыском. Так, она идет. А нет, это Зибальд. Так, мусорное ведро. Вроде бы я все осмотрел. Шкафчики, стол, мусорное ведро. Ну вот, стол давайте еще раз я проверю. Так, чисто для успокоения души уже. Да, я проверил. И шкафчики на всякий случай. То есть, смотрите, мы с вами установили камеру. Все отлично. Мы установили камеру, прошерстили все у нее здесь по столам, по полкам. Ничего интересного не нашли. Но теперь мы с вами видим ее кабинет. Это очень хорошо. Кстати, С это... Ну-ка, С это что значит? А, С это типа переключение? Подождите, это куда переключение? Это же, по-моему, вообще квартира, ну, в нашем доме. Очень странно, но ладно, хорошо. Давайте попробуем за ней, может быть, последить. Может быть, сейчас мы что-то интересное увидим. Так, а ну-ка. И все, да? Ну, такой себе радиус обзора. Да, нам нужны камеры получше. Ну, такое. Ладно. Давайте, может быть, подождем. Давайте подождем некоторое время. Ну, блин, не может же быть так, что... Ну, я не могу здесь ничего найти у нее. По-любому что-то есть. Ну-ка, ты кто? Томас Ноллер, смотрите-ка. Да ладно. А ну, камера. Опа-на. Так. Новая улика. Шантажирует. Неспроста, ребят, значит, я камеру поставил. Да, нужно все-таки ими пользоваться почаще. Как писали в комментариях. Так, а вот это вот нельзя, да, заюзать? Убедить Сибилу Фэлс сотрудничать. Ну, смотрите-ка. Интересно. А если я прямо сейчас зайду, то что будет? А давайте проверим. Что мы теряем, правильно? Мы же ничего вроде бы не теряем. Здорово. О, господин Шварц. Что такое? Слово о рычагах давления. Опа-на. Смотрите-ка, новый диалог появился. Вы сказали мне не беспокоиться, что с правильными рычагами давления всегда получаешь желаемое. Что ж, госпожа Фэлс, как бы это сказать? Я видел, как вы после работы шантажируете Томаса Ноллера. А, то есть она его шантажирует? Нифига себе. Я хочу, чтобы вы отдали мне досье Ким Шварц. Поверить не могу. Вы шантажируете меня? Если бы вы не пошли против меня, я бы даже немного впечатлилась. Откуда вы вообще узнали, что досье Ким Шварц у меня? Впрочем, неважно, я не хочу знать. Вот, забирайте это чертово досье. И отдавайте мне доказательства, которые вы собрали против меня. А теперь вон отсюда. Все, прекрасно. Неужели мы с вами решили вопрос с Ким? Так, достать досье Ким. Ну, оно ж у меня, правильно? Да, досье Ким, вот оно оно. Теперь нужно отнести его Сабине. Хорошо, так, нам нужно с Мюллером встретиться. А, блин, а мы уже не успели с вами так-то. Так-то мы не успели. А может быть нам нужно... Вот он, Мюллер, кстати, пошел. Может быть нам пошерстить военный налог? Как вы задолбали, блин. Что за симулятор уплаты налогов? Все, заплатить. Хорошо, отстаньте. Так, может быть нам стоит подзаработать? Может быть нам пошерстить кабинеты? Ну, а почему нет? Те пока уходят. Ну-ка, а где тут вообще, что вообще происходит? Есть тут какая-нибудь охрана? Я надеюсь, что нету. А, ну-ка. Бруно Цвейг. Это он сейчас там получается, да? А-а-а, нифига себе, смотрите-ка, да? Ну окей, давайте зайдем сюда. Сколько у меня там отмычек? Две, да, я, по-моему, брал. Ну окей, хотя бы в первый кабинет зайдем. Так, чисто, быстренько посмотрим, что здесь вообще, чего. Здесь зибальт вот это вот работает. Возможно, что-то на нее интересного найдем. Как я понял, можно продавать инфу также и на сотрудников. Почему бы нам не заработать, правильно? Тем более, если я хочу поставить камеры везде, мне нужно будет много денег. Так, кофе в зернах. Очень любит она, судя по всему, кофе. Так, а здесь есть еще что-нибудь? Охранника пока я не вижу. Так, а ну подожди. Вот видите, на отдаленной камере сложно выделить то, что нужно. Ну это вроде бы последний шкафчик. А, нет, не он. Стол, значит. Опа-на. Конфетки подъедаем. Кофе с конфетками. Хорошо, я понял. Все, давайте нафиг валим отсюда. А то хрен его знает. Что будет, если нас вдруг с вами спалят? Согласитесь, будет такое себе. Сторож. А, сторож до сих пор здесь стоит. Он всегда здесь? Может быть, стоит тогда у него купить отмычек? А давайте так и сделаем. Так, 25. У меня еще одна есть. Ну окей, давайте возьмем побольше. Штуки 4. 5. Пускай будет 5 отмычек. Как я понимаю, потом вот эти вот новые отмычки, которые будут открываться. Ими просто можно будет открывать несколько дверей. В принципе норм. Так, этот у нас получается на втором этаже. Он получается по очереди обходит каждый этаж. Ну давайте, знаете, как сделаем? Может быть, есть смысл? Блин, я не знаю просто, как лучше сделать. Он сейчас, по идее, спустится тогда на первый этаж после второго. Ну это логично. Хотя, знаете, блин, что я парюсь? Давайте быстренько осмотрим вот этот вот кабинетик. А он уже назад идет, да? Ну я думаю, мы успеем. В общем, здесь мы с вами тогда сейчас все осмотрим. Просто и все. Дождемся, пока он пойдет выше. И пойдем досмотрим оставшиеся два кабинета на втором этаже. Детское фото. Блин, ну вряд ли у нее здесь что-то можно найти. Она такая, знаете, вот божий одуванчик. Так. Кошачий корм. Доверенность. О, прикольно. Так. Часы вот эти вот. Это часы, я так понимаю, ее любимые. Притащила сюда на работу. А часы с кошками. То есть тоже можно использовать как информацию. Так, здесь у нас что? Здесь мы вроде бы все осмотрели. А, мусорка еще. Давайте проверим. Может быть все-таки у нее есть какие-то скелеты шкафу? Не, нифига нет. По итогу у нее нифига нету. Так, куда этот сейчас идет? Он идет наверх? То есть он даже не ходит смотреть сюда? О, фу. Легко. Тогда окей, пойдемте. Я думаю, что мы успеем оставшиеся два кабинета быстренько осмотреть. Опа-на. Смотрите-ка. Альтман и вот этот вот Мюллер пришли на работу. С чего бы вдруг посреди ночи? Так, здесь мы были. Или не были? А, здесь кабинет деда. Вот, давайте к деду зайдем. Может быть у него что-то интересное будет. Нужно деньги зарабатывать. Две триста у нас. Этого маловато, конечно. Так, мусорку. Что в мусорке? В мусорке ничего. Далее. Стеллаж. Что на стеллаже? Блин, неужели у этого деда ничего нету? Серьезно, что ли? Какие-то вот вы неинтересные. Ой, ёбер, суты. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй. Уже пришел, что ли, на работу? Серьезно? Фига себе. Так, Сибила Фэлс пришла. Сейчас еще тот, походу, придет. Во, блин, капец. Ребята, хотела обшуманать кабинеты. А вот оно что получается. Ну, хорошо. Я думаю, что вряд ли у деда что-то будет. Давайте зайдем, короче, в этот кабинет. Вот этого вот противного мужичка. Может быть, что-то там мы с вами найдем интересного. Удаленный предмет. Стандартная отмычка. Хорошо. В принципе, мы можем его вот так вот палить на отдаленной камере. Если будет идти, то быстренько отсюда свалим. Тем более, как я понимаю, что они не региопана. Иностранные деньги. Фотографируем. Кастет. Ничего себе. Ну, знаете, что я думаю? В принципе, мы можем это пока что оставить. Мы можем его подставить сейчас. И вообще выгнать нафиг отсюда. Но нафиг нам это надо пока что. Давайте оставим, так сказать, наш козырь на будущее. Возможно, это пригодится где-то. Возможно, и нет. Так, все. Ничего здесь нету, да? Давайте я еще раз проверю полку. Или я не полку. Или я стол проверяю. Шкафчик. Возьми ты полку. Выдели. Вот он. Идет, 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 идет. А-а-а. Все, отлично. Валим. Валим, 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 валим. Вот, видите? То есть они, короче, не палят, если мы выходим из их кабинета прямо вот, прямо перед ними. Так что все нормально. Так, теперь нам нужно что? Давайте, наверное, я сейчас промотаю время. А хотя есть ли смысл? Хотя и Сабина сейчас не будет дома. Блин, вот я не знаю. Может быть, тогда стоит заняться чем? Э-э-э-э, жильцами новыми? Кстати, вот, отремонтировать квартиру надо. Жильцами новыми? Познакомиться вот с этой Норой Хельм? Плюс я с детьми вот этими гюнцелей не разговаривал. Или пока что не надо? Ой, в общем, не знаю. Пойдемте продадим сначала то, что мы с вами нашли. Пока что мы не будем... О, кстати, уже письмо новое, что ли? Офигеть. Ну ладно, давайте уж, раз на то пошло. Так, Вильгельму Вюргеру. Вильгельм Вюргер, это кто такой? А, это дед. Это вроде бы дед. Давайте, в общем, здесь быстренько выполним свои обязанности. Сделаем все, что можем сделать. Это же он, да? А ну-ка, тук-тук. Вроде бы это он. Я пока еще просто не запомнил. Да, это он. У меня для вас письмо. Кажется, тут только фамилия нацарапана. Обратного адреса-то нет. Спасибо, господин Шварц. Хоть какой-то лучик надежды. Окей. И денег нам за это дают? Это ж мы типа работу выполняем. Походу денег... А, нет, 100 баксов дали. Ну, неплохо. Короче, что нам сейчас нужно? Нам нужно, наверное, встретиться с Мюллером. Но перед этим пойдемте отправим с вами все данные, которые мы нашли на сотрудников. Так, досье. Кого мы с вами нашли? Так, первый этаж. Сюзанна Байнер. Здесь только часы с кошками. Ну, давайте отправим. Так, досье вот. Отправить. И? И не отправляется. А почему? А, может быть, госслужащий нужно выбрать? Отправить. Нет. А, вот, блин, е-мое, тут нужно все выбирать. Я думал, автоматически потянется. Так, Сюзанна Байнер. Все, отправить. Отлично. Форма принята. 150 баксов мы с вами получили за это дело. Так, это не нужно скрывать. Теперь. Теперь. Шанталь Зибальд. Кофе и конфеты. Хорошо. Отправить. Все, вот сейчас, кстати, автоматически все подтянулось. Странно, но ладно. Потом. Вильгельм Вюргер. Ну, мы там ничего не досмотрели. Возможно, стоит потом посмотреть. Так, фото с кошками. Вот, давайте три попробуем отправить. Кстати, там вышел какой-то пащ. Вроде как что-то поменяли в стоимости вот этих вот сведений. Давайте отправим три, посмотрим, что изменилось. 465. А я не помню, сколько до этого давали. Короче, хрен его знает. Ладно. Едем дальше. Ханс Майнхарт. У него, получается, газета Патриот и Кастет. Все, отправить. Улиги пока что не используем. Я думаю, что в будущем они нам понадобятся, так или иначе. Так, четыре часа. Все, пойдемте срочно на третий этаж. Встретимся с Мюллером. Узнаем, что ему от нас надо. Я же на третьем? Да, я на третьем. А куда мне надо идти? А, вот оно. Здорово. Эрнст Мюллер. Господин Мюллер, это вы? Тише. Да, Шварц, это я. А почему мы встречаемся здесь? У меня в кабинете ремонт. И без присмотра я его бросить не могу. Поэтому мне нужно, чтобы ты выполнил мое поручение. Бросай все и доставь это лично. Это окончательный одобренный текст песни одного из ваших жильцов. Но зачем мне относить почту одному из жильцов? Не переспрашивай, Шварц. Просто выполняй. Или ты хочешь так и чинить стиральные машины, пока тебя неизбежно не отправят в шахты? А, нет, не хочу. Я отнесу песню. Держи адресат Вольфхенкер. Даже звездам приходится прислушиваться к министерству. Он тебе кое-что передаст. Не мешкай. Встретимся у серверов в информационном центре между четырьмя и шестью. Доброго дня. Окей. Ну все. Смотрите, мы в принципе-то все дела в министерстве поделали. Я очень рад тому, что мы нашли досье Ким. Это не может в принципе даже никак не радовать. Все прекрасно. Пойдемте теперь поговорим с Сабиной. И зайдем еще заодно к музыкантам. Так, а ну. Метро. Поехали домой. На счету у нас 3400. Неплохая сумма, я считаю. Но нам нужно больше. А для этого, опана. Это кто? Тим Гюнцель. Тина Гюнцель. А, смотрите, это дети вот этих новых жильцов. А ну-ка, давайте пообщаемся с ними. А это кто? Нора Хельм. А это новая вот эта. Поговорим с ней тоже потом. Здравствуй. Ты Тим, да? Да, а что? Что-то какой-то у него голос явно не детский. Ну ладно. Я господин Шварц, управляющий. Будем знакомы. Вы недавно переехали. Так что, если будут проблемы, дайте мне знать. В смысле, если что-то вдруг сломается или как? Ну, например, если стиральная машина не будет работать. Или если кто-нибудь вести себя плохо будет. А, и что вы будете делать с человеком, который поступает плохо? Ножный вопрос. Зависит от ситуации. Но прежде всего, необходимо об этом знать. Так что, рассказывай мне обо всем. И что будет с человеком, о котором вам расскажут? Я все проверю. И если этот человек действительно совершил что-то плохое, я прослежу, чтобы этого не повторилось. О, буду знать. Ладно, Тим, хорошего дня. Господин Шварц, погодите. Да, Тим. Нет, ничего. Ну же, Тим. Тебе явно что-то тревожит. Я просто хотел насчет этого человека. Человек, который поступает плохо? Да, его. Это может быть кто угодно? Теоретически, да. А что? А если это будет, скажем, полицейский? Тут уже сложнее. Обычно полицейские не делают ничего плохого. Ну, а если все-таки? Тогда будет проверка. Если выяснится, что этот полицейский и правда делает что-то не так, его остановят. Понял. Спасибо, господин Шварц. А ты знаешь такого плохого полицейского? Я... Не-не-не, я просто спросил. Короче, какие-то они странные все, вот, все семейство. Ну-ка, давайте с Тиной поговорим. Привет, ты Тина Гюнцель из квартиры 5, да? Да, а откуда вы знаете? Это моя работа. Я господин Шварц, управляющий домом. Я тут слежу за порядком, и если что-то не так, надо сразу же рассказывать мне. Поняла. Но вы же имеете в виду не так с квартирой? В первую очередь, да, но не только. Мне важно знать все, особенно чем занимаются, то есть, как дела у моих жильцов. Спасибо, буду знать. Так что, если увидишь что-нибудь подозрительное или непонятное, сначала говори мне, я смогу помочь. Это хорошо. Пока, Тина, хорошего дня. А, господин Шварц? Что, Тина? А, ничего. Как знаешь. Но помни, ты можешь прийти ко мне с любой проблемой. Здорово. До свидания, господин Шварц. Пока, Тина. Вот видите, они что-то скрывают всем семейством. Очень странные люди. Ну-ка, Нора Хельм, здорово. Девушка, погодите минуту. Здравствуйте, вы тут тоже живете? Да, я Шварц, управляющий этого дома. Отлично, буду знать, я Нора Хельм, из квартиры 6. Я знаю, кто вы. Да я знаю, это же я принял вашу заявку на заселение. Точно, вы же еще и квартиры распределяете. Именно. Спасибо большое. Вы из-за работы переехали? Что-то вроде того. Сменила университет, теперь учусь тут рядом. О, а вы перевелись в другой вуз? Должно быть непросто. Напротив, перемена оказалась весьма целительной. Так, а каковы причины? О, а были причины для перемен? У перемен всегда есть причины, господин Шварц. Иногда мелкие, иногда высомые. А как поживаете? О, господин Шварц, студентам нелегко живется. Еще одиноко, наверное. Я бы с ума сошел от этой бесконечной зубрежки. Да, иногда одиночество просто невыносимо. Ну, такая обычная студентка, ничего такого криминального я бы не сказал. Опа, Сабина, дароу. Что ты хотел, Фрэнк? Так, насчет Ким. Насчет документа об участии Ким в той демонстрации. Как раз хотела тебя спросить, что-нибудь получилось? Да, мне удалось перехватить досье до того, как его отправят на рассмотрение. Теперь все, штраф нам не грозит. Если досье нет, то штраф не выпишут? В данном случае, да. Счастью, Ким не собирались отправлять в лагерь. Этого я бы предотвратить не смог. Как тебе повезло, Фрэнк. Ты спас нас от ужасной судьбы. Спасибо. Рада знать, что ты не бросишь семью в трудную минуту. Я делаю, что могу, солнце. Все, отлично, военный налог. Да снова налог, вы заколебали. Заплатить. А, кстати, там этот съехал, да, уже получается, журналюга. Ну, ладно. Так, это у нас кто? Ким? Сабина. Что ты хотел, Фрэнк? Насчет семейного бюджета. Давайте платежок у нее возьмем. Держи, не забудь сводить куда-нибудь детей повеселиться. Постараюсь, Сабина. Так, а что ты с Алексом? Как Алекс? Все в порядке. Мне кажется, у Алекса проблемы с учебой. Он в последнее время такой молчаливый. Ты ведь тоже заметил? Молчаливый? Как обычно, он болтун. Тобой, может, и нет. А со мной, да. У меня ощущение, что он от меня отдаляется. Ну, конечно, блин, она думает только о работе, а о детях не думает. Я волнуюсь. Ты можешь с ним поговорить? Хорошо, солнце. Ну, давайте поговорим, что ему надо. Отец, послушай, нам надо поговорить. Насчет моих оценок в школе. Они испортились. Что? Но почему? У тебя же всегда были хорошие оценки. По математике, да. Но классная поставила мне очень плохую оценку по Борисскому и по госидеологии. Ого, сразу по двум предметам? Не понимаю. С тех пор, как тебя уволили, мои оценки становятся все хуже и хуже. Ну, понятно. И тебя это беспокоит? Не переживай, Алекс, ты справишься. Да нет, дело не в этом. Мне ставят плохие оценки из-за того, что тебя уволили. Потому что сын завхоза не может метить так же высоко, как сын министерского чиновника. А грамматику я просто не догоняю, слишком тупой. Не говори так, Алекс, ты разберешься. Но мне нужна хорошая оценка последующей контрольной, иначе университет мне не светит. Я не хочу после выпуска работать в шахтах, отец. Тебе и не придется? Я тебе помогу. Вместе как-нибудь разберемся. А ты хорошо знаешь правила барейской грамматики? Я... Ну, нет, не совсем. Но мы найдем тебе кого-нибудь, кто может тебе помочь. Я поспрашиваю жильцов, наверняка кто-нибудь подвернется. Окей. Это, знаете, я походу понял, кому нужно идти. Так, найти Алексу Репетитора. Это вот с той студенткой нужно поговорить. Мне кажется, за определенную плату она согласится нам помочь. А почему бы и нет, собственно, правильно? Так, это из пятой, это вот эти вот гюнцели живут. Давайте сюда, тук-тук. О, господин Шварц. Здравствуйте, чем могу помочь? Моему сыну нужен репетитор. Моего сына Алекса проблемы с учебой. Ему особенно тяжело дается барейская грамматика. Так что я ищу ему и репетитора. О, это легко. Есть кто-то на примете? У вас, случайно, нет знакомых учителей? Я поспрашиваю. Ну скажите, а что если я сама с ним позанимаюсь? Так вашему сыну даже ездить никуда не придется. На уровне школы я барейский знаю. О, да, так бы всем было удобно. Вы ведь сами еще учитесь. Так вы сможете дополнительно подзаработать на учебу. Деньги никогда не помешают. Мм, и то правда. Когда договорились, пусть зайдет ко мне после школы. Спасибо большое. Какое облегчение. Все, прекрасно, ребят. Быстренько решили вопрос. Кто лучший отец года, и я лучший отец года. Так, а ну. Пойдемте-ка расскажем ему эту чудесную новость. Так, Александр. Отец, что ты хотел? Так, а подождите, а с кем мне нужно поговорить? Помочь Алексу с подготовкой контрольной поговорить с Алексом. Ну? Как дела в школе? Ты, наконец-то, нашел мне репетитора, отец? Да, нашел. Это Норохельм. Какая приятная девушка. Она тебе точно понравится. Тогда пойду поговорю с ней. Спасибо, отец. Все. Дождаться, пока Алекс напишет контрольную. Ну, я думаю, что я все сделал правильно. Тут очевидный прямо момент, что вот есть студентка. Она учится, ей нужны деньги. Она вроде бы неплохо учится. Поэтому почему бы... О, кстати, смотрит телевизор. Поэтому почему бы не, так сказать, помочь друг другу? Ей деньги нужны. А Алексу нужна, собственно, практика какая-то. Так что все прекрасно. У нас сейчас сколько? 22.10. Ох, я не знаю, чем бы сейчас заняться. Ну, давайте, кстати, да. Для начала обслужим с вами дом. Совсем, блин, про него забыл. И нам нужно еще сходить к музыканту. Я бы еще, знаете, на самом деле установил камеры. Походил бы. Опа-на. Здорово, Кристиан Зулингер. Так, выбрасываю мусор. Может, что-то есть интересное? Вонючий мусорный. А, короче, ничего интересного. Ничего из этого продать нельзя. Заколебал он сбрасывать свои бутылки. Так, пойдемте к музыкантам. Да. Так, тук-тук. Добрый день, господин Шварц. Насчет текста песни. Я здесь по поручению министерства. Ты что, с дуба рухнул? И что им от меня надо? Меня прислал Эрнст Мюллер. А, ну тогда совсем другое дело. Это почему же? С каких пор курьерам разрешают лезть в дела адресата? Так в чем суть дела? У меня для вас полностью проверенный текст песни. Надеюсь, запечатанный? Что, простите? Ничего. Вот возьми этот конверт и мухой обратно к Мюллеру. Вернуть ему конверт? Погодите, но он не пустой. Что в нем? Завязывай с допросом, Шварц. Ноги в руки. Доброго дня. Так, теперь нам снова нужно... Блин, опять счет завода. Да как вы задолбали. Нам нужно что? Опять к Мюллеру? 65 часов на это дается. Знаете, что бы я сейчас сделал? В принципе-то промотал время немного. А подождите, подождите, подождите со временем. Сейчас найдем барыгу. Купим, наверное, камер. Им там все ночью чекается. Че чекается? Так, его здесь нет. Он, наверное, туда пришел, да? Я вот не засекал время, в какое он приходит. Ну, где-то ночью получается. Так. Давайте посмотрим, сколько у него стоит камера. Ну, тоже по 150, как и у того сторожа. Я бы закупил парочку штук. Ну, штук 6, наверное. Окей, хорошо. Потратимся с вами так нормально. Красное яблоко. Сладкое красное яблоко здесь еще продается. Ничего нового вроде бы не появилось. За ценами я не слежу. Не знаю, может, что-то и поменялось. Вроде бы пока что нет. Все, камеры есть. Я бы хотел поставить эти камеры в квартиры. И потом последить вообще за тем, что у них там происходит. А то как-то давно мы с вами этим не занимались. Здесь у нас кто? Здесь у нас спят, да? Да, здесь у нас спят. Интересно, смогу ли я беспалево сейчас зайти? Вот эта семейка, она тоже очень палевная. Где их отец? Что там вообще происходит? Я бы, знаете, вот так вот беспалево бы зашел. Вот так бы камеру поставил. Я надеюсь, меня не услышат сейчас. Так, отлично. Еще камеру сейчас поставим. Писали в комментариях, что вот следи за камерами. Да, будем следить. Совсем забыл про них. Все, прекрасно. Кстати, мы, по-моему, здесь кухню не осматривали. Но я не знаю, можем рискнуть, конечно, пошариться. Тут вроде бы не так много всего. Вот, например, кухонный гарнитур. Может быть, что-то найдем. Опа-на, иностранные деньги. Запрещеночка. Так, и стол давайте. И все, свалим, чтобы она нас не спалила. Я надеюсь, что не спалит. Вроде бы здесь больше... Да, вроде бы нечего смотреть. Блин, не знаю, мне стремно. Не хочу ничего больше здесь использовать. Поэтому давайте потом. Так, вторая квартира. Кто у нас во второй живет? Я уже и забыл. Так давно здесь не был. Во второй у нас кто-то новенький. Ну, давайте тоже зайдем. Здесь у нас камеры, кстати, стоят, если что. Да, кстати, стоят камеры. Я же устанавливал. Опа-на. Проснулся. Нифига себе. Смотрите-ка. Так, запоминаем. Три тысячи восемьдесят пять долларов. Что вы тут делаете? Проваливайте. Мне нужен покой. Нифига себе. Он спал и проснулся, когда я открыл дверь. Ничего себе. Ну ладно. Там у меня, по-моему, только одна камера. Да. Там у меня одна. Три камеры у меня в квартире Булхаузера стоят. Ну, уже в бывшей квартире Булхаузера. Кстати, пока не забыл. Давайте еще с вами вот что сделаем. Проверим почту. Тут же приходит всякая газета. Обвинения против Булхаузера подтверждены. На Вальтера Булхаузера, прежде надежного служащего отдела внутренней безопасности, заведено официальное дело. Булхаузер, который участвовал в составлении реформ от имени великого вождя, обвиняется в хранении запрещенных предметов. Свидетели подтвердили обвинение. По сообщению пресс-службы, прокуратура уже начала процесс. Да, походу его все-таки поймали. Булхаузер – коррумпированный чиновник. Очередной продажный чиновник в министерстве. Да, обидно за него. Блин, я надеюсь, что потом как-то, возможно, что-то будет получше. Не знаю, в общем. Так, а что у нас тут? Давайте сейчас посмотрим. У нас кто-то должен уйти на работу. Там еще, может, куда-то. И я установлю оставшиеся камеры. Так, здесь у нас пока что тихо. Здесь у нас, блин, по-моему, музыканты. Да, здесь музыканты. Здесь, в принципе-то, ловить нечего. Пойдемте лучше наверх. Кстати, можно сейчас включить камеры. Опа. Можем, кстати, понаблюдать. Готовит. Больше здесь ничего пока нету, да? Пришли дети. Может быть, сейчас она с ними что-то поговорит, там, расскажет что-то. Камеры, конечно, видите, фиговые. Маленький вообще радиус обзора. Но здесь вот ничего интересного. Здесь, походу, тоже. Так, Нора Хельм. Нора Хельм ушла куда-то. Так, это у нас кто? Это у нас вот эта вот странная семейка. Ну-ка, кто там есть вообще? Давайте проверим. Может быть, сейчас в квартиру Нора Хельм схожу. Пособираю сведения. Здесь там кто-то спит. Я вот не видел, чтобы тот мужик выходил из квартиры. Возможно, он из нее не выходит. Как и вот этот вот Вольф. В квартире музыкантов. Ну, такое себе. Ладно, давайте быстренько осмотрим квартиру. Презерватив. Опа-на. Фотографируем. Ну, это, в принципе, не запрещенка. Как бы, ну ладно. Все равно сведения нужно передать, так или иначе. Правильно? И здесь тоже. Серьезно? А ну-ка, вот здесь. А вот интересно, если украсть, сколько он стоит на продажу? Не, ну, красть я, конечно же, не собираюсь. Я об этом говорил ранее. Ну, просто, просто чисто из любопытства. И еще. Еще и шоколад. Жесть. А что там, шоколад, что ли, запретили? По-моему, он не был запрещенным. Или шоколад был, а конфеты нет? Вроде бы так. Так, это у нас что? Вот это? Давайте посмотрим. Подставки из книг для телевизора. А где она там? Ее нет пока что. Хорошо. Давайте сразу установим камеру. Может быть, что-то интересное узнаем? Судя по количеству презервативов тут. Так, сюда давай. И вроде бы у меня еще есть, да, камера? Да, есть одна камера как раз. Отлично. Давайте осмотрим здесь. Ну и, в принципе, сразу тогда поставим уже камеру. Почему бы и нет? Блин, потом, прикиньте, я же заколебусь это все дело обновлять. Я-то думал накопить и здесь. Жесть вообще. Я-то думал поднакопить денег. И потом уже сразу купить самые крутые камеры поставить. Но нет, кофе в зернах. Все. Получается, все мы здесь осмотрели. И поставили даже камеры. Блин, а будет интересно понаблюдать, что там будет по итогу-то. Так, все же я поставил. А ладно, уже не буду открывать. Фиг с ними. Так, здесь у нас что? Что у нас там? А ну. Опа, она выпивает. Хорошо. Да. Судя по всему, он не выходит из дома. Ладно. В общем, сведения мы с вами получили. Пока что продавать я их не буду. Надобности в деньгах пока что нету. Тут у нас кто? Общаются. Тим, Ида, Гюнцель. Понятно, ничего интересного. Давайте еще раз проверим камеры. И нифига, да? Вот да, видите, вообще обзор. Забей просто. Вот мелкий куда-то идет. Ладно. Давайте с вами на этом закончим. Вот такой вот у нас денек. Даже сколько получается мы игровых? Два, наверное, дня. Да, два дня игровых прошло. В общем, сделали мы с вами кучу всего. И последнее, что бы я хотел, это проверить. А, штраф висит все еще. А почему? А почему штраф висит? Короче, хрен его знает. Ладно, будем с вами потом с этим разбираться. Но, наверное, раз мы выкрали досье, то просто 39 часов вот эти истекут. И просто пропадет этот штраф. Ну, я, по крайней мере, на это надеюсь. Ну, а пока что пишите ваши комментарии. А ссылка на плейлид со всеми сериями по игре Beholder 3 будет находиться в описании под роликом. Не забывайте ставить лайки и подписываться на канал, чтобы не пропустить новые видосики. Ну, а с вами был Дамриэль. Всем good bye, ребятушки. И до новых встреч.